Знаете, сейчас такое время, что футболисты не должны были стоять, мы тоже знаем о том, что в стране творится. Я действительно принял такое решение, обзвонил своих друзей, честно вам скажу, даже ожидал то, что может быть кто-то откажется, кто-то это самое, но все меня поддержали, и честно говоря, у нас турне 5 игр, и все игры будут посвящены объединению Украины, все игры. И плюс то, что действительно небесная сотня, у нас это святое, я думаю, что все 5 игр будут посвящены этим. 29 числа в Львове у нас игра, поддержали нас ультрасы всех, всех команд, они туда постараются приехать. То есть мы хотим собрать как можно больше людей там, хотим собрать как можно больше денег, потому что там будут стоять скрынки, там будут стоять и для того, чтобы мы могли какую-то лепту внести в это общее дело, объединение нашей страны. Вы сказали, что Львове будет матч, а где еще будут? Матч, значит, матч будет Львов, Львов 29-го, 30-го матч Черновцы, Черновцы. И может быть перед Львовом, перед Львовом, 28-го, это Коломей. Ситуация в Краине, стосовно вторгнение России. Ваши думки на сколько это? Ну, я, наверное, как и любой украинец, думаю только о том, что, честно вам скажу, объединило нас это горе. Объединило нас то, что российские войска как бы ввели сюда своих, как бы, войска для нас, для нас, конечно, это, ну, вам честно сказать, это не по-людски, как говорится. Знаете, когда страна после Майдана слабая, когда она начала чуть-чуть, чуть-чуть приходить в себя, понимаете, это не по-спортивному. Это то же самое, что команда будет играть там два тайма по 45 минут, и вдруг из-за бугра пришла еще какая-то команда. Ребята, давайте мы еще с вами сыграем. Понимаете, конечно, обыграют они любую команду этим способом, но мне кажется, что может быть, может быть, нашей стране надо пройти этот этап, потому что нас вот это объединило, потому что мы сейчас понимаем, что Донецк и Львов это одни и те же люди. Только там говорят на украинском языке, там говорят на русском языке. Я думаю, что мы все украинцы. У вас, мабуть, много знакомых и в России есть, и друзей, знакомых. Как они ставятся до подій в Украине? Знаете, вот мы сами были две недели назад там, мы жили неделю там, и я вам честно скажу, честно скажу, я был зомбирован тем, что все время нам внушали то, что мы там бендеровцы, майдановцы, обзывали нас всякими словами. Я в России, живя неделю, не услышал ни одно доброе слово о нас. Понимаете, как? И мы старались своим присутствием там говорить им о том, что ребята, это неправда, это неправда. Ну, дело в том, машина запущена, машина запущена, остановить ее очень сложно. А теперь, когда страна объединилась, мне кажется, нам стало легче. На вашу думку, удастся мирно вырежать этот конфликт? Я вам больше скажу, я вам больше скажу, потому что я позавчера был в такой компании людей, я еще являюсь и депутатом, и я общался с ним. Меня успокоили тем, что вроде, 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 до 15 числа, до 15 апреля все будет спокойно. И, возможно, квартиру в Крыму еще провести такой матч все же таки? Я этим занимаюсь, занимаюсь, я обзвонил несколько друзей, несколько друзей, очень сложно тем, что побаиваются все, понимаете. Когда мы говорим с Киева, те люди, которые там, они боятся нас принимать. Здесь мы готовы туда ехать, они там, понимаете, руководство местное, а зачем они нам, и так далее, и так далее. Это такой политический матч, политический матч. Но я думаю, что мы на пороге этого. Дайте нам эти матчи сыграть, а потом, я думаю, успокоиться. Мы обязательно поедем туда, обязательно. Спасибо.